Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Промикс. Мы продолжаем проходить Макса Пэйна. В предыдущей части мы занимались тем, что убивали ПП, расследовали, что такое Вальгалла. И сейчас мы спасаемся из этого особняка Альфреда Уодена, который нам сказал и, в принципе, поведал, что за херня у нас тут. Я возьму Джек Хаммер, пожалуй. Я думаю, это будет лучше. Так, секундочку. Вот, чисто секундочку. Во, вот так вот. Прекрасно, продолжаем. Ни хера не понимаю, что там обнаружишься и уничтожить? Не в смысле? Это они вроде, по-моему, меня ищут. Да, мать твою. Блин, этот Джек Хаммер очень хорош. Ну, тут ни хрена нет. Оу. Оу, мать твою. Растал слушать. Как ты? У меня щас убьет. На ези. Никто попасть не может. А я его убил все-таки. А, пойдем. На одном из моторов было видно, что осталось от малого кружения. Я вот так и думал. Есть еще кто? Это очень важно. Пока нет. Но я тогда дверь закрою. Не, не закрою. Ну-ка, че там? Внезапно труп Уодана ожил и самодовольно оглядел своих мертвых товарищей. В стране слепых и кривой король. Я не знаю, как ему это удалось. Но это был блестящий способ забрать назад все обещания. Большая часть того, что он говорил, слишком походила на правду, чтобы быть пустой болтовнёй. Ну, он типа умер. Поэтому обещание мог и забрать свои. Мать твою. Хорошо, что ты такой косой. Так, ладно, пойдем дальше. Найти и уничтожить. Я вас понял. Мы его убили, что ли? Получается, что да. Никого. Воу. Паря. Быть полегче. Воу. Кто? Понял. Просто тупо понял. В очень опасную, я бы сказал. Нет. Мать твою, ловушка. Нихренаж себе. Требуга. Это было эпично. Все, ладно, идем сюда. Мы там вроде не все собрали. Или собрали, подожди. Ну, собрали. Пошли. Ну, конечно, меня надули. С этой всей херней. Ну, давай, кидай. Еще проблема. Давай щеки, да. Мать твою. Мне так хочется это обезболивающее забрать. Да иди ты нахер. Сам спускайся сюда. Блин, ты слишком резко выскочил. Еще кидайте. Может, это Макс Пейн убил этот малый круг, теперь скажете? Я что слышу просто радио? Не, я все правильно слышу. Она тут есть. Да-да-да, что-то есть. Пока я не имею доступа. Ну, давай, иди сюда. Я думаю, я вот так вот сделаю. Блин, парень, ты какой-то жесткий. Успел отскочить. Я просто не знал, что это за сейв, поэтому... Ладно уже. Ну, ни хренаж себе подорвало. Киев 5. Плохое сохранение. Ну, че? Че скажете? А что вы ответите тем, кто утверждает, что Макс сделает то, чем давно следовало заняться полицией? Это идиотская вендетта, на мой взгляд, зашла слишком далеко. Он вышел из-под контроля. Его надо остановить, и мы его остановим. Это был старшим. Это не вендетта. Ну, как сказать? Вообще-то вендетта. Вендетта по делу. Тебе, Джим, стоило бы поучиться. Че, там есть что-нибудь? Или кто-нибудь? Я никого не вижу. Фух, это было очень близко. Отец. Минус. На столе лежала видеокассета. Это вот это вот? Угрозы шантажа к сети прилагалось с короткой запиской на дровой бумаге. Обычные требования вымогателя. Я вспомнил, как Энди Дон снимала своих клиентов на пленку, которые затем продавала перекупщикам. Я был уверен, что сексуальные причуды отданы были далеко не самые. Лол. Из его грехов. Однака меня не столь. Да подожди ты, лол. Однака меня не остановляло чувство, что когда все это закончится, мне пригодится любая ниточка. Ммм. Хорош. Я не вижу, что это даже. Кодин оставил для меня подарок. Телевизор. Похоже, ничто не способно остановить стремительный взлет Айзер Корпорейшн. Удивительно, но ее акции растут сложными. Эксперты видят против компании турной знак. Некоторые даже утверждают, что Айзер Корпорейшн может стать еще более крупным в голове, чем... Гугл. Электроник Артс. Ладно, неважно. Но подожди. На плане главные помещения штаб-квартиры Айзер Корпорейшн были обведены красным. Офис президента находился на предпоследнем этаже здания. Лифты находились под управлением компьютера службы безопасности. Небоскреб был защищен от вторжения не хуже какой-нибудь крепости из фантастического романа. Класс. Да как ты меня уничтожишь тут? Слишком плохо стреляешь. Ты бога! Конечно, это какие-то бухие менты, а не команда. Бой, это было слишком легко. Это надо вставлять, когда Макс выходит. Окей, нам вниз? Я не знаю просто. Не уверен. Хрен его знает. Кто в меня стреляет? А, этот парень наверху. А у тебя паил. Так и чё? Выход закрыт. Но нам нужно уходить отсюда. Каким образом? Эй, там чёрт, чёрт, чёрт. Воу! Ребят, я додумал, с вами всё нормально. Что за чёрт? Прекрасно. Вот и агенты подъехали. Так, они вот здесь вот? Да. Всё, окей. А, мы, кстати, вернулись туда, где мы были. Ну, кто-то есть? Не, мне показалось. Так, это опасно. Дальше давайте вот так вот сделаем. Всё, хорошо. Заходим. Ни хрена нет. Вообще, ни хрена нет. Оу, что? Как играть в монополию? Я хз. Я давно играл, на самом деле. Три года мне снилось месть. Три года кошмаров, где я подхожу к ним вплотную, а затем всё рушится. Теперь я подошёл в... Теперь я подошёл вплотную и наяву. И я знал... О, я помню это. Николь Хорн. Мне было нечего терять. Это жёсткие додики, конечно. Где он там? Бегает. Мать твою. Николь Хорн. Окей, здесь мы справились хорошо. Ну? Где же ты? Окей, здесь мы справились. Надо всё это как-то убрать. Подожди, что? Всё, окей. Воу-воу-воу, полегче. Мне показалось ли, там кто-то есть. Ладно. Не стоит тратить это оружие. Оно ещё нам пригодится. А почему мы тут не могли зайти, интересно, а? Слушайте, прям как в матрице. Класс. Окей, у нас есть чуть-чуть кольта. Кольта. Она здесь чуть-чуть обезболивающая. У нас всё, по чуть-чуть. Кидай свою гранату, мудень. Я не знал, что там будет граната. Я уже в несколько таких моментов в игре... Было! Фух. Что мне кидали гранату. Поэтому... Логично. Я постоянно кидает гранату просто в лестничных пролётах. Это прям им надо менять свою тактику. Мне так кажется. А может и не надо. Так, тут закрыто. А почему я не сбежал, собственно? Там выход закрыт был. Я не вер... Оу! Они спускаются. О, нет. Это было легко. Та-да-та-та-дам! Куда мы идём? Подожди. Нет! Ну я дурак, что ли? На! Блин, а у меня кольта нет. Ну ладно, теперь есть. У меня 21 патрон на кольте всего лишь. Это очень плохо. Я хотел два раза на пятёрку нажать, но что-то не вышло. как вам надо быть потише ребят ебой снайперка аж прекрасно чем ее испытаем я чувствую какой-то клуб заседаний тут прямо оружие разложено почту нам прямо сейчас понадобится это снайперка полегче по да что ты будешь делать ни хера он меня убил вот поэтому я часто сохраняющих потому что время теряешь если вдруг чуть произойдет пошли кто бы кто из вас сможет вот так вот на стол запрыгнуть я вот знаю что никто в этом уверен у вас смотрите перед вами стоит стул ваша задача запрыгнуть на его спинку и при этом сделать так чтобы он не упал макс изи на роста лучший баланс века она я пойду дайте бухнуть на этом подождете она пошли а я так и думаешь сейчас будет открытое пространство там и снайперки палят они тебе кэрфу бэн пожалуй пойду а внизу тоже подожди я же тебя убивал не что за херня четко какой-то мощный был даже убивал мы там внизу были или не там лан неважно я ни хера не вижу буквально нет кольт мне кольт не отдай хорош парень я не вижу вот теперь вижу здорово куда мол окей сюда волк там не открыл такой хорошим малой дверь так мы тут были подожди в чем прикол мне вниз что ли надо но внизу мы были не болея через крупно вернул что ли подожди мы же тут были и мне вот так вот дверь открыли ли мы мы как-то суда проходили наверное на этот парень не зачем-то дверь открыл но нам не суда нам суда возможно но но мы тут везде были а почему он не дверь тогда открыл здесь просто ну и дать ладно да иди нахер обезболивающе иди сюда малый ну как-то в меня попал то чем надо сделать чтобы выход открылась думаю мне надо наверх залететь блин а мы тут не были разве и опять вниз спускаюсь вожди это чет не то цру фбр пришли подкрепление верно для практики неплохо вот так вот гранат кидать ни хера себе вас тут было однако она это как раз и было то место откуда я выпрыгнул джед малый круг вот он сбежал смотрите какая милашка а кстати по традиции точняк я чуть последнее время про это забывал а где-то музыка то а вот она на на подожди я же был тут какого черта все забавляет эта музыка играет тогда когда все изи новое это хорошо забытое старое око за око вот главный принцип мести старый как мир и все еще действующий главное правило когда охотишься за кем-то и хочешь его убить это не питать к нему личной неприязни впрочем чаще всего это не получается не получилось и у меня я провел достаточно времени скитаясь по заснеженному городу спешить было некуда я знал что должен делать я немало времени потратил на обдумывание всего это наконец я припарковал очередную угнанную машину главного входа в здание айзерку машины угнал ни хрена себе из-за дела для николь хорн у меня была припасена пуля с ее именем против ее ультра современной системы защиты и армии вооруженных до зубов охранников вполне достаточно чтобы начать третью мировую войну страха я не чувствую это было ее царство изящное и холодное царство стекла и стали царство магнитных карточек металлодетекторов и с видеокамерами на каждом шагу а собственно здесь мы и будем спускать крючок в последний раз морозильная камера холодные как ствол пистолета он ребят здесь мы и закончим на этот раз если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал как я и сказал следующий раз это будет скорее всего последняя серия а потом мы примените за 2 pain и за 3 pain собственно да промикс out